МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Сергей Леонидович. Дмитрий Александрович Семечкин, директор Ассоциации «Открытая наука», руководитель проекта «Кибер-Ленинг». И Станислав Александрович Козловский, исполнительный директор «Вики-Медиа.ру». За вами бренд Википедии. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Леонидович, если я правильно понимаю, в наступающем 2017 году выйдет последний бумажный том Большой Российской энциклопедии. Да, до середины года выйдет 35-й том. Про Википедию будет у вас статья? На W? Я думаю, что попробуем в бумажной версии рассказать о Википедии как на таком общем мировом проекте. Принято решение, что вы уходите в свободное интернет-плавание. А как вы будете соотноситься с вольной энциклопедией, подневольной, читая ответственное, энциклопедическое издание? Ну, то, что мы будем делать, то, ради чего, собственно, и затеяна работа над порталом, это уже не будет энциклопедией в классическом понимании этого слова. Это будет такой интерактивный научно-образовательный портал, где единицей информации будет не статья, а будет слот, состоящий из очень разных материалов и дающий возможность, что для нас очень важно, обратиться читателю к первоисточникам, будь то материалы архивов, книга из электронной библиотеки, фильм, запись музыкального произведения. Это во-первых. И в связи с этим есть еще одна очень важная задача для этого портала, это именно задача агрегирования уже находящегося в электронном виде эвристического материала и стимулирования к созданию электронных копий этого эвристического материала по заказу читателей. Вы как восприняли новость об этом ресурсе? Ну, в целом положительно. Ну, с нашей точки зрения, чем больше будет источников, тем на самом деле лучше будет развиваться Википедия, потому что Википедия, она всегда опирается на какие-то источники. И действительно большая проблема, что в интернете очень мало оцифрованных книг, оцифрованных энциклопедий, но это больше связано с авторскими правами. И если появится такой ресурс, он будет там открытый, какой-то без платного закрытого доступа, то это было бы только здорово. А проблема, почему, собственно, там некоторые испугались вот этой новости, в частности, в том, что Википедия, она находится все-таки в реестре уже 4 года. Она не заблокирована, но по совершенно надуманным причинам, за то, что у нас там есть статья о самосожжении, и слово самосожжение. Мы находимся в этом реестре. А у вас слово такое используется? Несомненно. У вас-то разрушает? Ну, пока. Может быть, вот. Соответственно, мы боимся, что в какой-то момент нас заблокируют, но я надеюсь, все-таки до такого не дойдет. Все-таки было бы здорово, чем было бы больше энциклопедий, тем лучше. Но ведь вы живете за счет, сейчас сейчас не про финансовое, а про творческое. Начало живете за счет того, что к вам приходит огромное количество людей. Если появится проверенный, просчитанный ресурс с понятными правами, с понятными послепричинами, следствиями, вы не боитесь, что от вас просто уйдут? Вас не сблокируют, а просто от вас перетекут в другую зону? Пусть текут, но в целом показывается практика. На самом деле, там еще с 90-х годов есть и «Британика» онлайн, и «Брагаус» онлайн. И сказать, что туда кто-то перетекает, ну, невозможно. Ваш проект как возник, как он соотносился с проектами Википедии, вообще с другими открытыми ресурсами в интернете? И чувствуете ли вы конкуренту в новом проекте «Брагаус»? Да, спасибо. Проект возник, в общем-то, от собственного желания. Я просто напомню зрителям, что «Кибер-Ленинг» проект вы называете. Да, да, да. Проект возник от собственной потребности. Нам самим было необходимо дополнительные источники, научные источники в виде научных публикаций. Мы посчитали необходимым эту задачу исправить. Видим ли мы конкурентов в Википедии? Скорее всего, нет. Как уже Стас сказал, что чем больше источников, тем лучше. Здесь, как показал наш опыт, на самом деле, чем в обществе существует огромная потребность в знаниях и в источниках. Их нужно только в удобном виде предоставить, и чтобы я и любой другой пользователь в два клика мог найти то, что ему необходимо. И если коллеги из Большой Российской энциклопедии именно в этом электронном виде, то им придется решать эти задачи, безусловно. И я очень надеюсь, что они их решат так, что действительно конкуренция какая-то с Википедией все-таки появится. Потому что Википедию на самом деле проявить очень сложно, но известно, что около половины всех запросов по Гуглу заканчивается Википедией же. За 15-й год нас посетило 22 миллиона человек. Это очень много. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что там будут разные удобные уровни доступа. Кому-то нужна какая-то краткая справка, он ее сможет получить, не ищая это внутри большого материала. А если кто-то хочет пройти к первоисточникам, к монографиям, он тоже сможет это сделать. Ну, просто сейчас мы ищем наиболее комфортную для участника этого проекта. Мы как-то все больше отказываемся от слова «пользователь», все больше употребляем слово «участник», потому что… Участник – это тот, кто может войти и поучаствовать. Да, так или иначе… Получается, право на что тогда? Вот я пользователь, который хочет стать участником. Что какие-то права мне дают? Он получает… Нет, у него будут права и на дополнение, и на комментарии. Другое дело, что нужно, чтобы то, что ты написал, прошло бы через нашу технологию, через группу проверки и так далее. Если мне кажется вопрос о правах, поскольку в той же Википедии сначала можно написать, потом это проверяется и убирается, если это не прошло проверки. У вас обратный принцип – до того, как ты попадаешь на страницу, где возможны комментарии, ты должен эти комментарии предъявить модератору. Но и с правами тоже. Если вы размещаете что-то, что не связано с действием прав, вам пишут, вы устраняете, убираете. У нас таких даже случаев не было. Там не должно попасть что-то закоперайченное, потому что это получится ложка дегтя в бочке меда. То есть там сначала публикуете, а потом это проверяете? Да, ну может там минуту она провести. Вы даже минуту себе позволить с нарушением права не сможете. Мне нравится слово «закоперайченное». Екатерина Эдуардовна – один из главных в стране специалистов по коперайкам. Прошу. Спасибо. Авторское право давно уже пришло к довольно большому полю исключения и ограничений в сфере авторского права в таких гуманитарных, общественно полезных целях. То есть если я создаю нечто, либо оказываю услуги, либо создаю какой-то продукт в рамках научной деятельности или образовательной деятельности, а портал подходит идеально под это, то в этом случае только я обязана указать источник цитирования. Я обязана не исказить это таким образом, чтобы идея изначального автора была перевернута с ног на голову. Здесь меньше проблем, которые весь интернет беспокоит. нарушение имущественных прав, здесь больше проблем нарушение имущественных, вот этого неприкосновенности. Его на самом деле текст из Википедии можно использовать, если возьмете определение из Большой Российской энциклопедии, то в принципе вот вы как от Большой Российской энциклопедии можете формально там обсудить до 5 миллионов рублей. Хорошая придумка. Тут ровно тот же вопрос, в каких целях я это буду использовать. Если я это использую в своей диссертации, если я это использую во время занятий, если я это использую как информацию в рамках какого-то проекта, никто в жизни не запретит это сделать, потому что сам гражданский кодекс и выше Бердская конвенция позволяют мне это делать свободно. То есть как раз портал должен занять ту самую нишу свободного использования, нелегального, предусмотренному не только российским законодательством, но и международным правом, которые позволяют распространить... Но свободную лицензию вы на контент Большой Российской энциклопедии ставить не планируете? Ну, во-первых, мы пока об этом не думали, потому что мне кажется, что первые потребители или участники, как говорит Сергей Леонидович, этого контента, это будут все те, которые используют тех самых общественно полезных целей. А это все зоны в общем свободного... То есть если школьник концентрировал на форуме или в блоге, это нельзя сказать, что это использование в научных, там, информационных... Нет, конечно. Уже за это можно, собственно... То есть, получается, вот такая, можно смотреть только на этом портале и использовать нельзя. Без разрешения, без письменного разрешения. Нет, конечно, не так. По поводу того, будет ли это свободная, открытая лицензия, или мы найдем возможность ограничиться теми допущениями, которые гражданский кодекс, мы, честно сказать, пока еще даже не думали. Потому что база являются те тексты, которые сегодня уже находятся в обороте, этого текста бумажной версии. Но никакого конфликта я не имею. Когда это будет развиваться, мы будем думать о моделях взаимоотношений. То есть мы и сейчас о них думаем. Но это неоднозначно, как у Википедии, что это только Creative Commons и больше ничего. Понятно. Просто в чем смысл тех проблем, которые ставил Станислав? В некоторых областях мы уже попали в ловушку авторского права. Некоторые проблемы использования, как видеоцитат, в просветительских целях. Юристы говорят «да», одни. А другие говорят «нет». И там, где три юриста, там три... Применение. Применение. Проще не использовать и... А дальше мы попадаем в другой контекст и так далее. Вот о чем речь. Как избежать этого? Тут универсального рецепта, естественно, нет. Мы сейчас на подготовительной стадии типологизируем, скажем так, возможности взаимодействия с партнерами, с сохранителями информации, как архивы, например. Потому что некоторые единицы хранения в архивах, они уже свободны от авторского права или никогда там не находились. Но есть, например, тот же Госфильмофонд или ныне почивший гостелерадиофонд, где, конечно, все охраняемое находится. И тут, в общем, несколько моделей взаимодействия, начиная с того, что может, например, считаться использованием активная ссылка. Если они сочтут, возможно, на каких-то условиях разместить, это их ответственность и их решение. Сергей Ильич, вот, например, статья о 28-ми панфиловцах. Она будет какой? Да вы серьезно думаете, что она может быть разной? Я спрашиваю. Есть люди, что очень серьезные? Нет, если это энциклопедия, и главное, в чем я вижу цель создания такого портала, это верифицированные данные. Энциклопедия несет ответственность, и авторы несут ответственность за факты, которые они излагают. И в принципиальной, как я понимаю, отличие от Википедии, где процесс обратный, здесь, прежде чем попасть в электронный вид, она, эта информация, проходит проверку. Проверку на факты, проверку на профессионализм, в конце концов, автора. И, что мне очень нравится, здесь есть возможность поспорить с автором, есть возможность комментария, но этот комментарий не должен быть, знаете, комментарием мракобеса, который ничего не знает. Знаете, у нас сейчас... Мракобес не знает, что он ничего не знает. Это не важно. Это не важно. Вы знаете, сейчас, мне кажется, очень важно говорить белое и черное, чтобы люди знали, это знание. У меня другая точка зрения. А у тебя основания для твоей точки зрения какие? Агентство «Одна бабушка сказала»? Или твои там какие-то личные умозаключения? Или это научно проверенный и научно обоснованный текст? Вот что важно. Действительно, есть спорные вопросы. Для меня в 28-м панфилотских ничего спорного нет. Есть действительно проблемы, в которых могут быть разные версии, разные взгляды. И портал задумывается так, чтобы дать возможность человеку, который имеет знание, который хочет изложить иную точку зрения, после того, как это пройдет проверку, поместить в разделе иные версии, иные мнения. В вашем проекте можно что-то на что-то заменить? Или вы только даете информацию, пользуясь... Поскольку мы размещаем научные статьи, которые уже опубликованы, то, конечно, нет. То есть там комментарии... Комментарии есть. Конечно, если есть какие-то вопросы к автору статьи, то есть тоже можно с ним поспорить. Естественно, это все присутствует. Но, как показывает опыт, в общем, этим мало пользуется. Вообще у нас необходимо сказать, что у нас институт этой научной рецензии разве достаточно слабо. То есть я согласен абсолютно, что если у тебя есть какое-то мнение, суждение о чем-то, ты, по крайней мере, должен быть в теме в этой. Да, если ты ничего не понимаешь, то лучше не пиши. И обычно то, с чем мы сталкивались, пишут всякую ерунду, ничем не подкрепленную. Я боюсь, кстати, что в случае с порталом большой российской нациклопедии будет та же штука поначалу. Но это все некий процесс. То есть это должно в каком-то виде в итоге прийти к тому самому, чего мы все ждем. Вообще у нас институт рецензии полностью закрыт. То есть мы не видим, кто пишет, что пишет. Вот, например, на Западе сейчас очень популярно это открытое рецензирование, когда можно посмотреть, кто написал рецензию и что он написал. То есть сама по себе рецензия – это отдельное научное произведение, имеющее свою ценность. А вы отправляете любую статью на рецензию? Выбирается наиболее такой критично настроенный рецензент. И, соответственно, в связи с этим он должен быть из другого, с другой кафедры или из другого университета, или из другого академического института. И я должен сказать, что при подготовке энциклопедии зачастую бывает и так, что в процессе рецензирования меняется и автор, и текст статьи. И редакция. И даже редакция меняется, потому что перезаказывается статья, потому что та статья, которая пришла, не удовлетворяет. К сожалению, это лишнее время, к сожалению, это лишняя забота, но так бывает. И примерно так же бывает, когда статья не проходит какую-либо из энциклопедических служб. А завалить могут статью? Вам статья нравится, рецензия отрицательная. Что вы делаете? Нет, дело в том, что жанр рецензии не предусматривает такого подхода, как фактически все правильно, но концепция не согласна. С концепцией я не согласен. Те спорные вопросы фигуры. Тогда в энциклопедии есть совершенно четкие решения. Определяется круг несогласных. Если этот круг относится к известным экспертам и ученым, их точка зрения представляется в этой статье. И автор пишет, иная точка зрения представлена такими-то, такими-то, такими-то. Если это, допустим, личная точка зрения именно этого рецензента и связана с его собственной системой отчета, как у Фраянова, например, или у Фоменко, ну, прав к таким и не попадет. То есть, Фоменко по математику может вам отрецензировать или не может? Да. Ой, вы знаете, вот я всегда с удовольствием вспоминаю последние годы жизни Виталия Лазаревича Гинзбурга, который был членом нашей редколлегии, соответственно, по редакции физики. Но больше всего хотел, чтобы ему показывали статьи по истории, которые он хотел рецензировать. И когда я ему предлагал, Виталий Лазаревич, давайте лучше по физике. Он говорит, нет, там не все скучно уже. В советское время ваши предшественники по энциклопедии, редакция Большой Советской энциклопедии, выпускавшая много энциклопедий по разным направлениям, с этим страшно мучилась, потому что для редакции очередной, особенно когда выходил знаменитый пятый том философской энциклопедии, я просто знаю, как работали редакторы. Они отправляли на подпись исчерканную верстку, в которой невозможно было ничего прочесть. И это подписывали. Это рассказал Юрий Николаевич Попов, который был редактором... Который и сейчас редактор философского, несомненно. выдающийся редактор, один из лучших редакторов в стране. Вот. Были случаи, просили какого-нибудь большого советского начальника дописать кусочек в конце, и это проходило, потому что начальство увидело, что подпись правильная, а там внутри пряталась подпись Аверинцева или подпись какого-то, ненадежного историка. Ну, бывали разные, бывали разные, но должен сказать, что так получилось, и для меня это было таким хорошим знаком, символом, что на второй день после моего прихода в большую российскую энциклопедию в ней сняли вертушку. И я понял, что я абсолютно свободен. У вас вертушек принимают? Вертушки нет. У нас нет тоже, да? А американские основатели? Значит, основной принцип, что организация Вики-медиа, она существует в 46 странах мира, она не вмешивается в контент. То есть Вики-медиа возникает поддержка Википедии, но не указывает, что писать в статье, никак, вообще, в принципе, не вмешивается, и за этим следят миллионы людей. Поэтому каждый из них может редактировать, как обычно редактор научных оснований. Если бы Виталий Ларькович Гитлбург дожил до... Хотя он дожил, не знаю, как он относился к Википедии. Вот он бы, наверное, там... Рецензировал. Рецензировал. Вот получил в рецензировал свою правку. Вот. А что касается пятого тома философской энциклопедии, вообще этого замечательного издания, то я думаю, что в свое время мы опубликуем, и когда будет у нас портал, мы сможем опубликовать какие-то переписки по этому поводу, потому что, например, я помню замечательное письмо Валентина Фердинандовича Асмуса, консультанта, автору Алексею Федоровичу Лосеву. Но начинается так. Дорогой Алексей Федорович получил вашу замечательную статью о Платоне. Она, правда, несколько превышает объем в скобках в 11 раз. Но дело даже не в том, а в том, что уже вышел том Ленин, и Платон не может быть больше Ленина. И дальше в связи с этим целая разворачивается замечательная переписка. И какой был найден выход? Выход был найден, что в философскую энциклопедию пошла несколько сокращенная статья, но полная статья была литографически отпечатана в 150 экземплярах, предоставлена автору, и она сохранилась в таком виде. Сегодня мы просто поместили на сайте бумажном варианте сокращенной на сайте. Мы вас перебили, простите, пожалуйста. Ну, я бы другое хотел сказать. Идея вот в чем, что не всегда, когда пишут статьи академик, даже когда академик разбирается в этой теме, это будет хорошая статья. Могу привести просто пример. есть такая энциклопедия Кирилла и Мефодия, где там в редакторском совете несколько академиков, человек 5 или 10. И там есть замечательная статья, новая хронология, которую написал Анатолий Тимофеевич Фоменко. Очевидно, он в новой хронологии разбирается, он ее и придумал. Он академик. И он написал эту статью. И там есть, конечно, раздел критика. Но там написано, что в целом в основном критикуют эту новую хронологию за то, что она не соответствует текущим представлениям. Но в целом постепенно происходит переход большинства многих ученых уже на позиции новой хронологии. И это энциклопедия... Эти ученые перечислены? Нет, не перечислены. Но это тоже, собственно, автор академии Крам, специалист в этой теме, энциклопедия, которая пишется таким редакторским коллективом. То есть не всегда этот подход, он является таким идеальным. Ну, это... Я думаю, что все-таки Кирилл и Мефодия это не про нас. Это не про вас. Это не про вас, да. Но я возвращаюсь к историческому пласту. Будут ли какого-то рода проекты, связанные с обсуждением сложных, спорных, неоднозначных, не мифологических? Вы помните, был такой председатель Государственной Думы, который сказал, что это не место для дискуссий, да? Он был, да. Так вот, энциклопедия это не место для обсуждения сложных вопросов. Энциклопедия преследует совершенно другие цели. В принципе, в энциклопедию должны попадать уже устоявшиеся, принятые научным сообществом факты, интерпретации и так далее. Для того, чтобы дискутировать, есть совершенно другие места и другие способы. И не надо все, как мне кажется, в одну кучу, значит, складывать. Вот все. Ну, хорошо, я вот встану на довольно глупую позицию, но тем не менее, она в обществе присутствует. Ну, предположим, есть сегодня, даже не беря сюжеты близкие к нам, совсем близкие к нам по времени, вот он сюжет с Карибским кризисом. Мы сегодня у людей, обвлеченных научными степенями, видим у одних, что это мужественный шаг Хрущева, который осознал тупик, в который он своей инициативой завел в страну и мир и мужество заключалось в том, чтобы понять эту ошибку и вывести с тупика. А другие говорят, что это ошибка Хрущева, который сдался на Нилы с Кеннеди и это пишут люди, облеченные учеными степенями. Ну, ученые степени это не, знаете, клеймо на кастре. Если вы взяли кубинский кризис, есть работы выдающегося нашего отечественного историка Александра Александровича Фурсенко, который вместе с своим американским коллегой опубликовал замечательную книгу, где они с двух сторон мужественно поступили и Хрущев, и Кеннеди. Кеннеди тоже было не очень просто в этой ситуации, но они понимали всю меру ответственности и так и надо излагать. Зачем говорить, что если человек имеет докторскую степень, то он уже, так сказать, вот, я не знаю, кто там, оракул, не знаю, пифия, можно говорить, что надо создавать новые мифы, но это не имеет отношения к науке. Цель науки, да, элементарно, это истина, поиск истины, поиск новых решений, да, все, а все, что обслуживает, ну, знаете, кто продажная девка, это еще надо подумать, да. Но вообще, я должен сказать, что вот как мы себе представляем, например, статью «Карибский кризис», для нас очень важно будет в портале, не ограничиваясь одной энциклопедической статьей, дать возможность участнику, читателю, обратиться и к архивным источникам, опубликованным, и к монографиям по этой проблеме. Если участник будет, например, из Владимирской области, мы можем рекомендовать ему обратиться за этой книгой в библиотеку Владимирской области, потому что в сводном каталоге уже есть, где размещены книги. Вот. И мы очень надеемся на тесное взаимодействие с архивами в связи с тем, что сейчас же происходит не только оцифровка книг, но и оцифровка фондов. Мы претендуем на некую зону достоверного знания, и в этом смысле, конечно, портал в гораздо более выгодном положении, чем когда-то начинала Википедия, потому что у нас уже есть основа, и не только большая российская бумажная версия, но и много тех энциклопедий, которые выпускаются и которые признаны научным сообществом и пользуются у читателей большим спросом и большим интересом. То есть на то, на что сегодня ученые ссылаются в авторы в статье бумажной версии, это уже проверено группой выпусков, поэтому тут уже не требуется еще дополнительной работы. То, что будет прирастать эти источники, то тут возможно два варианта. Если это надежный партнер, ну как государственные архивы, например, то тут, я думаю, что они разделят ответственность, и если это источники, которые сам автор настаивает, чтобы на них были ссылки, но это не постоянный партнер портала, то, соответственно, тут будет хотя бы указание о том, что ответственность лежит на том, куда эта ссылка провекла. Потому что нет смысла проверять все и все. А у вас есть возможность на государство немножко давить, подталкивать его? Ну, поясню. Предположим, у нас есть замечательное решение концерна «Мосфильм», о том, чтобы почти практически все фильмы, снятые на «Мосфильме» за годы советской власти, были в открытом онлайн-доступе. И мы можем школьников, например, отсылать, когда идет речь об экранизациях, посмотри, сравни, или там изучается Александр Невский, дай посмотрим киновершию, кинолегенду, есть Александр Невский истории, есть Александр Невский «Жития», есть Александр Невский фильмы, и это разные Александр Невский, это очень важно. Открыли канал на Ютьюбе Одесской киностудии. Я даже не знаю, Одесской киностудии открыли. Есть у других киностудий, то есть там, где есть как бы интерес и потребность, именно у конечных пользователей, у потребителей фактически, то тут правообладатели чаще всего идут на встречу. Это к вопросу об авторском праве. Никто ничего не запрещает. Вопрос об авторском праве в том, что многие вот эти киностудии, они являются по сути государственными. И этим правообладателем является государство. Ну, если взять госфильмофонд, это не всегда так. По сути, да, а Росимущество в данном случае государство. Если взять госфильмофонд, то вот сейчас как раз мы с госфильмофондом договариваемся о том, как можно было бы использовать их ресурсы для нашего портала с тем, чтобы, например, и в статьях об актерах, и о режиссерах, и о художниках, и операторах, которых очень много, в энциклопедии, можно было бы, во-первых, давать небольшие сюжеты, киносюжеты об этих конкретных фильмах, и во-вторых, чтобы пользователь мог от нашего маленького сюжета попасть к ним, где бы он мог посмотреть. Ну, соответственно, все будет все равно привязано к ним. Просто, почему? В некоторых странах есть такой принцип в авторском праве, что если что-то создается за счет федерального или муниципального бюджета, это не защищается авторским правом, это считается общественное достояние. К сожалению, у нас вот такая ситуация, создаются фильмы, по сути, за государственный бюджет, создаются книги, и все они защищены авторским правом, есть какие-то правообладатели, надо долго с ними договариваться, упрашивать, вместо того, чтобы это было бы свободно, и можно было бы использовать. Это проблема крайне важная, и было бы хорошо, если бы вы в этой рабочей группе при правительстве все-таки подняли этот вопрос, что все, что создается именно принадлежит государству, оно бы хотя бы под свободной лицензией распространялось. Я прям не зримо чувствую, что с нами здесь Ваня Засурский, значит, нет таких стран, где было бы такое правило. Соединенные Штаты Америки. Нет, там не создаются просто произведения, особенно такие, о которых вы говорите за государственный бюджет. Таких стран нет, и авторское право индифферентно абсолютно к источнику финансирования произведения. Есть нюансы, предположим, я создаю в рамках трудовых обязанностей, или у меня муза посетила, да, вот разных служебных произведений. Это в рамках рабочих обязанностей музыку посетить. Ну, ладно, что-то в отделе кадров и остается. Но вот этот нюанс небольшой есть. Значит, источники финансирования никогда не были принципиально важны для формата охраны, и более того, авторское право не делает различия между коммерческим и некоммерческим использованием потом. То есть все те исключения, о которых я говорил, да, образовательные, научные, там совершенно не важно, это коммерческая организация этим занимается или нет. Главное, не то, как она себя позиционирует, а какой деятельностью она занимается. Да, но вот согласна, что огромное количество произведений, они принадлежат государству, и государство могло бы ими поделиться с народом, а перевести их в... Значит, опять-таки, да, чтобы нам не уходить в юридические дебри, государству практически ничего не принадлежит. Да, вот права на старые фильмы принадлежат на сегодняшний день в 90% случаев Госфильмофонду, который является самостоятельным юридическим лицом. Да, у него учреждение государства, но оно и поговорите с директором Госфильмофонда, он вам объяснит, где государство, а где он. Это, правда, нормально, когда вся кинохроника вдруг оказывает... А кинохроника не охраняется в принципе. Это я вам тоже рассказал. Ну, не всегда. Значит, вот здесь же главное выясняется, да, что, в принципе, все знают, как... Есть прекрасное выражение какого-то американского юриста, да, мы такой лектор очень популярны, что все слышали об авторском праве, но до сих пор думают, что законодатель неверно выразился. Вот так же всех пугают авторским правом, никто не понимает, или даже те, кто очень хорошо разбирается как Стас, не понимают этих нюансов. Проект, типа портала, основанного на Большой Российской энциклопедии, авторское право заблокировать в принципе не может. Вот в принципе не может, да, то есть это страшилка, которая существует там где-то в головах, там, я не знаю, я не знаю, то, что вы не можете использовать огромное количество фотографий, огромное видео, что вам за каждую фотографию, за каждое, вам надо заключать, ну, что у вас есть юридический отдел, и вы можете этим заниматься, видимо, хороший бюджет, и так далее. Но в целом, все остальные, эти же, кроме Большой Российской есть много социальных других, которые могли бы этим использоваться, это устранять знания, то есть, просто если бы этот контент был открыт, то с ним могли бы работать очень много других организаций, людей, да, и, ну, вот я, наверное, скажу о своей теме, о научных стратегиях, здесь эта проблема тоже есть, то есть, как мы все знаем, на самом деле, правообладателями научных статей в шлях случаев являются издательства, да, то есть, наручные издательства, и они, по сути, в отдельных случаях, препятствуют распространению знаний, вот этих самых, поэтому вопрос авторского права и свободных лицензий здесь, ну, крайне важен, и, и вот сейчас открытый доступ, тренд в мире, да, он просто, это, запад озаботился, Голландия, целый государственный национальный проект делает по этому поводу, вы подойдете к тому, что вам придется думать о свободных, открытых лицензиях, а не только энциклопедия? Это, конечно, портал, и я хочу внести ясность в использовании архивных документов, все, что находится на государственном хранении, законодательно, доступно, бесплатно, всем. И сейчас вы придите в архивы, и никто не будет спрашивать у вас. там за оцифровку фотографий 700 рублей, если в большом разрешении там 1200, это услуга, это услуга, да, но для этой услуги ты не получишь все это, как? Нет, минуточку, почему не получишь? Во-первых, сейчас огромными темпами цифруются архивные материалы, продаются эти оцифровки. заплати. Минуточку, это разные вещи. Государственный архив Российской Федерации выложил в открытый доступ все документы об убийстве царской семьи. Подчапка. Три фотоальбома, три. Нет, минуточку, если говорить про иллюстрации. Подождите, зачем вы говорите про иллюстрации, когда я говорю вам про документы об убийстве царской семьи? Документы, да. Да, минуточку. Так, кроме того, есть оцифровка фотографий, мы оцифруем фотографии, но для чего вам нужна эта фотография? Вот, надо объяснять, понимаете? А почему не объяснять? Для того, чтобы если человек хочет использовать произведение, которое пришло в общественное состояние, надо прийти в архив и объяснять, зачем она нам нужна. Она нужна и всё. Вот мы хотим её использовать. Я хочу напечатать и повесить себе на стену. Почему? Не могу. Напечатайте, и будет логотип. Государственный архив Российской Федерации. Вот тут надо было человека. Ну, надо было, если знать там, где. В какой стати? Это общественное состояние? Можно я задам вопрос? О чём всё-таки речь? О том, что мы имеем право доступа к архивным документам бесплатно и гарантированно? Или речь о том, что архив оказывает платную услугу за оцифровку этого документа? Я просто хочу понять. Можно я расскажу, как, что было одной из причин того, что мы обратились в архивы и обратились к тому, чтобы можно было бы через наш портал работать не только с уже оцифрованными, но и заказывать услугу по оцифрованию нужного тебе документа. Дело в том, что к нам обратились учёные из Екатеринбурга и Новосибирска. Действительно, они не могут ждать, пока тот или иной документ по плану будет оцифрован, этого плана не знают. Для них попасть в Москву, провести несколько дней в Москве, получить в Гарфе бесплатно документ, переписать его или сфотографировать, вернуться домой и вернуться домой и там им заниматься стоит многократно дороже, чем возможность заказать этот документ в электронной копии. Но при этом есть ещё одна, здесь снова возникает ещё одна проблема. Она заключается в том, что человек, отцифровавший для своих научных деятельностей, для своих научных задач ту или иную документ, хочет получить ещё и право первопубликации. И мы, собственно, сегодня пытаемся разрешить, например, эту проблему. Вот он заплатил за эту услугу, электронная копия существует. По сути, архив должен сразу её поместить в общий доступ, в открытый. а человек хочет, чтобы был какой-то мораторий, чтобы он успел сделать первую публикацию. И здесь возникает такого ротового. Какого права на мораторий у него нет? Вот это позиция архива. 25 лет права публикатора. Какие права? Нет, это права логичных авторских. Здесь идёт научных исследований. Если речь идёт о том, что человек вы можете сидя сегодня здесь войти на сайт государственного архива и заказать любую. Да, если не читать лицензионные соглашения, и там ещё какие договоры. Там суть в чём, что ты покупаешь вроде бы фотографию, а реально ты ограничен в её правах использовать, хотя она является общественным достанием, но по этому договору тебе по сути поставили кандалы на руки. Ты её реально свободно использовать, передавать третьим лицам не можешь. Многие архивы, я не знаю, как именно ваш архив, но многие архивы именно такие вещи делают. Но всё-таки это имеет отношение к проблемам будущего? Куда вы движетесь? Я понимаю, вы движетесь как вселенная в шире границы. Вы ограничены некоторой отраслью. это наука и всё, что... Вы куда будете двигаться? Мы движемся к живому, достоверному знанию. Когда всё это будет, мы планируем от момента, когда будет принято окончательное решение о реализации этого проекта, именно в таком виде, в каком представлено концепции, нам нужно до выхода на уже после тестовый режим два с половиной года. То есть у вас ещё есть время захватывать. Спасибо. Вы знаете, что я вынужден подводить черту, потому что у нас нет свободной лицензии в отношении к современному. Мне-то кажется, что всякая лыка в строку, и хорошо, и чем больше будет качественных проектов, тем лучше, потому что там школьник, студент, исследователь в меньшей степени идёт в Википедию, чтобы понять про те темы, где он не является специалистом. Для первого шага очень хорошо. К вам это уже надо быть всё-таки не всегда. А вот средние зоны, где я иду к учёным, и гарантированным учёным, которые мне расскажут понятным языком о вещах, связанных и с тем, что вы делаете, и с тем, что вы делаете, вот этих средних зон практически сегодня нет. Мне кажется, что очень важно, что государство не разрушая при этом частную инициативу, я уверен, что не будет никаких покушений на Википедию. Сумасшеджики. Вот. Что это очень важный шаг. И очень хорошо, что он в ваших руках оказался, пока у нас действуют правила. Где человек, там институт. Я за то, чтобы вот в вашем лице институты научного, именно научного знания развивались и держите глухую оборону от разного рода. Открытую. Открытую. Непроницаемую оборону для некоторых чиновников. Спасибо вам большое за этот разговор, успехов всяческих. Я поздравляю вас с началом большого замысла, и вам на самом деле это будет тоже на пользу. А со зрителями увидимся в понедельник на канале «Культура». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова